Всем хай! С вами Юджин и сегодня, друзья, мы с вами играем в Project Hospital. Я считаю, что вообще вся индустрия медицины требует реноваций. И я здесь, не благодарите, я здесь, чтобы устроить эти самые реновации, показать, каким оно может быть, медицину. И у меня есть прекрасное портфолио в виде вот этих замечательных видосов, где мы с вами играли в Two Point Hospital. Вы можете посмотреть, на что я гораст. И сейчас я применю все свои навыки, все свои знания. Короче, почему я играю в эту игру? Потому что здесь зомби не только на Хэллоуин. Есть такая вот опция. Значит, в этой игре может быть всё, что угодно. И так оно и будет. В этой игре произойдёт всё, что угодно. Мне. Я не буду проходить кампанию, потому что я хочу, чтобы мне все инструменты сразу дали. Поэтому выбираем песочница. Пустое поле 96 на 96. Бесплатное строительство. Разблокирует все отделения. Пациенты могут умереть уже заранее предусмотрительно мне поставили. Что очень радует меня, как главврача. Но это не потому, что я хочу, чтобы все пациенты мёрли. А потому, что я хочу, чтобы они видели, как я их классно спасаю от гибели. Или не спасаю, ведь пациенты могут умереть. Посмотрите, вот эта часть города, свободная земля, которая здесь рассчитана на строительство прекрасной больницы. Честно, я первый раз включаю эту игру сам, самостоятельно. Поэтому сейчас мы вместе с вами будем всему этому учиться. Начнём с иконки строительства. Фундамент. Я думаю, что мы сделаем самую амбициозную, гигантскую больницу. Погодите, гигантская, сказал. Вот такая огромная больница будет. Даже на тротуар заходящая. Больница начинается сразу с ходу. Теперь перейдём к стенам. Какая стена будет максимально комфортной для наших посетителей? Можно выбрать роскошное дерево с полосой, заплатить 10 баксов. А можно белую стену, заплатив также 10 баксов. Мне кажется, гораздо лучше для больницы это иметь белые стены, чтобы все знали сходу с улицы, что это больница. Вот она. Вот она. Это амбициозный проект. Конечно же, с внутренней парковочкой. Знаете что? А давайте сделаем вот от парковки небольшую площадь. Но чтобы люди пребывающие могли вот так впаркануться и немножко пройтись по свежему воздуху, так сказать, надышаться перед смертью. Возможной, возможной смерти. Я никого не собираюсь убивать. Добро пожаловать в наш госпиталь, сэр. Какой у вас вопрос? Здравствуйте, у меня очень большие проблемы. Какую про эту странную шишку на вашей шее? Это? Не, не, это ерунда. Просто семейная генетическая особенность. Ясно. Просто растёт вторая голова. Что? Послушайте, мне нужна срочная медицинская помощь. Давайте сфокусируемся на этом. Хорошо. Скажите, в чём проблема, и я подскажу вам, к какому доктору обратиться. Проблема в том, что моё тело и мой мозг, они в ужасном состоянии. И дело не в растущей второй голове. Пожалуйста, перестаньте высмеивать мою семейную особенность. Я горжусь своей растущей второй головой. Хорошо. И своей третьей рукой. Господи. Круто, да, я знаю. В общем, проблема в том, что моё тело и мой мозг не имеют никаких жизненных навыков. В каком смысле? Ну, к примеру, вы. Вот, вы, да. Вы работаете в госпитале. И значит, у вас есть навыки... Госпиталя. Так. А ещё вы внутри игры, а значит, тот, кто вас создал, имеет навыки в геймдеве. Чего? Вот я ничего не умею. Ни программировать, ни геймдевить, ни госпиталить. Только отращусь второй головой. И третью руку. Да, и хвост. Господи, боже мой. Пожалуйста, посоветуйте мне что-нибудь. Как излечить моё тело и мозг, заставив их получать и усваивать новые навыки? Я думаю, что вам не в госпиталь нужно, а в онлайн-школу Skill Factory. За новыми навыками идут туда. А-а-а, вот тут поподробнее, пожалуйста, и громче, чтобы всё это услышало моё третье ухо. Хорошо, я просто дам нужную информацию, а потом пойду к психологу. Так, вы сказали про геймдев. Вот я зашёл на веб-сайт Skill Factory, там есть курс разработчик игр на Unity Pro. Подходит как для новичков, которые решили получить профессию разработчика игр с нуля, так и для тех, кто уже работает в индустрии игр. Вы работали в индустрии? Помнится, я работал в какой-то индустрии. Я не помню точно, какая, но это точно была индустрия. Ладно, неважно, курс понравится и тем, кто давно мечтал создать свою собственную игру, но не знал, с чего начать. Оп, я мечтаю о своей игре! Я бы сделал прямо вот точно такую же, в которую вы сейчас находите. Мне точно нужно будет сходить к психологу потом. На этом курсе вы научитесь с нуля создавать игры от этапа идеи до законченного релиза на движке Unity. Я, кстати, слышал, что Unity очень прост в освоении, что он первый по популярности и кроссплатформенный. На Unity сейчас делается большинство мобильных игр и инди-проектов. Вы будете не просто учиться, вы получите реальный опыт создания игр и выпуска их на рынок. В окончании курса в вашем портфолио будет 7 проектов и знания уровня мидл-разработчика. А там научатся самостоятельно превращать свои задумки в готовую, законченную современную игру. Да, студенты Skill Factory уже выпустили свои проекты. Стану ресепшионистом госпиталя. Ну, эта вакансия уже занята. Не, я сделаю игру, где я буду играть за ресепшиониста госпиталя. Вот прям персонажа, как вы прям с вас сделаете. Интересно, долго ли лечится экзистенциальный кризис? В общем, при обучении практикующие менторы из индустрии помогут и разберут проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Научитесь качественно программировать на C-Sharp. Изучите основы 3D-моделирования геймдизайна и получите навыки асинхронного программирования. Звучит очень здорово! О, у них даже есть карьерный центр, который помогает студентам найти новую работу после обучения. Между прочим, в России средняя зарплата разработчиков игр на Unity 120 тысяч рублей. В общем, я лично рекомендую вам не тратить время и идти за новыми навыками. Супер! Оставьте, пожалуйста, для меня и для моих зрителей ссылку в описании под этим видео на этот замечательный курс. И еще вот так вот промокод на экран выведите, пожалуйста. Конечно, ссылка и промокод будет в описании. Что? Да, понимаю, это сложно осознать, но вы не только находитесь в игре, но еще и в видео на YouTube. Так, мне нужен отпуск. Окей, стенами оградили. Я не думаю, что пока нужно строить стены внутри, потому что я еще не знаю, что меня ждет. Я буду постепенно стенами застраивать внутри, в зависимости от кабинета. А может быть, точно, мы же можем сделать, как, знаете, в этих современных торговых центрах, где магазины не закрыты друг от друга стенами, а просто отделами расположены вот так, в огромном поле, в огромном помещении. Мы так и сделаем. Итак, входная дверь. Можно, конечно, сделать двойную стеклянную дверь, но я не хочу спойлерить для наших пациентов, что внутри. Вот эти вот металлические раздвижные двери, мне кажется, вполне себе сойдет. Вот тут поставим. Смотровое окно. О, вот здесь сделать смотровое окно. Знаете, что я подумал? Поставив вот здесь вот окно, я сделал здесь регистратуру. И люди, проезжая, смогут сразу регистрироваться. Это как своего рода макавта. Такого еще не было. Реноваться, я же говорю. Теперь надо сделать медицинские комнаты. Если честно, я так давно не был в больницах, я толком и не знаю, что там должно быть в первую очередь. Это, с одной стороны, звучит хорошо, но, с другой стороны, мне кажется, мне придется потом пойти сразу с целым набором. Приколю, внутри своего тела. Начнем с отделения неотложной помощи. Итак, вот регистратура. У нас пока их ноль. Нужно сделать. Вот, я наконец-таки перешел в режим строительства комнаты. Я не понимал, что это нажать. Итак, регистратура пусть у нас будет здесь. Готово. Отсутствует необходимое оборудование. Это, конечно же, стойка регистратуры. Наверное, вот так поставим. То есть здесь они будут и водителей встречать, регистрировать. Ну, а с этой стороны будут встречать посетителей, которые решили просто забить. Регистрироваться на ходу и дошли сюда пешком. Идти, кстати говоря, далеко довольно-таки. Но идти, это значит здоровье прокачивать себе. Так, что мы поставим? Офисное кресло, офисный стул, скамья, модный стул. Конечно же, модный. Один модный, два, три модных стула целых. Я не жадный. И поставим мощный. Просто мощнейший компьютер. На самом деле, это такой компьютерный клуб. Я соединил их с сеткой, чтобы мои работники могли иногда так выпускать пары, играть в контру, там, или в Project Hospital. Еще необходима табуретка. Наверное, это для посетителей. А, нет, это сюда. Хорошо, поставил. А, это тогда для кого кресло? Пусть здесь стоит. Хорошо, табуретка тоже есть. Табуретка здесь, табуретка там. Короче, стулья сами будут себе передвигать, как им нужно. Ага, теперь нам нужно нанять сотрудников. Медсестра, которая будет работать в дневную и в ночную смену. Посмотрите, сколько замечательных кандидатов. А что это за маски такие? Скрытые перки. Выявите скрытые перки за 1000 долларов. Мне не жалко. Слушайте, ну не знаю, они в принципе все очень неплохие кандидаты. А, погодите, вот перк. Или что это такое? Гедонизм. Затрачивает в два раза больше времени, наслаждаясь пищей. А, это какие-то их суперспособности. Алкоголик. Молодой родитель. Уровень усталости снижается быстрее. Но и стоит она очень немного. Так что я думаю, это идеальный кандидат. Хорошо, теперь в ночь кто у нас пойдет? Трудоголик и сова. Брук Уилсон, вот тебя нанимаю. Хорошо, вот они здесь. Стоит одна. Что-то там встало. Она встала в центр стола. Где ты конкретно стоишь, непонятно. Она ждет, пока пациент проедет, чтобы зарегистрировать его через окно. Мой макавто работает. Боль авто лучше назвать. Не от слова боли, а от слова больница. У нас есть задание. Откройте отделение неотложной помощи. Понял тебя. Нужна комната ожидания. А может быть комната ожидания прямо на парковке? Давай. Да. Короче, отлично. Стойка электронной очереди очень удобная, я считаю. Вот здесь. Это может быть только в помещении размещено. Стоп, я могу сделать из этого помещение? А, нет. Нельзя на парковке делать ожидания. Как плохо. Разочарование. Как я должен вводить реновацию, если мне не разрешают? Ладно, комната ожидания будет тогда вот здесь, на улице. Под открытым небом. Прекрасное ожидание. Птички будут петь здесь. Короче, вот. Здесь ты будешь регистрироваться. Я думаю, парочку скамеек поставим. И обязательно... Стоп. Стойка электронной очереди уже стоит. Ты что, угораешь? Она как будто не поставлена. Так вот что с этими компами. Они не поставлены. Один вообще зеленым стал почему-то. Хорошо, еще нужно информационное табло, которое негде разместить. Ладно, мы сейчас это быстро исправим. Уговорили. Вы будете вот здесь находиться. В закрытом помещении в саду. Хреновый сад получается, так как здесь все покрыто полно. Это нужно срочно исправить. Надо снести этот фундамент. Вот. Табло. И теперь эта штука с электронной очереди заработала. Все. У нас есть комната ожидания. Осталось только дверь туда пиндюрить. Я думаю, стандартная белая дверь подойдет. Вот здесь. Отлично. Следующая задача. Кабинет врача нам нужно сделать. Кабинет врача должен располагаться в самом далеком углу. Так как у нас пока неизвестно, сколько будет пациентов, давайте сделаем минимальную комнату. Итак, кабинет врача. Тут очень много вещей нужно. Пушетка обязательно. Какой-то там шкаф должен стоять с барахлом. Дезинфекция обязательно. Вот такой стол. Стул, может быть, тоже поставим сюда. Один, два. Не знаю, зачем здесь два стула будет. Ну пусть будет два. А, оно не считается, что оно внутри комнаты. Блин. Давайте добавим немножечко. А сюда мы, конечно, ПК впихнем. Принтер. Лампу поставим. О, здесь будет урна стоять для салфеток использованных. Слушайте, как много всего нужно для обычного кабинета. Там кушетку надо поменять немножечко. Вот так. Ой, удобно прям к врачу сразу. Он будет сидеть, проверять пациента и сразу в комп бивать. И сразу на принтере все печатать. Вот сюда поставим маленький шкафчик. А на него сверху вот эти всякие колбочки для сбора анализов. Небольшая брошюрка бодрящая. Аудиометр. Я не знаю, для чего он нужен. Но говорят, что нужен. И пусть будет вот эта белая доска, на которую я не могу никуда впихнуть. Нету места здесь для доски. Убедил. Я сейчас продлю чуть-чуть комнатку. Вот. Все, ставь вся доска. Есть! Есть кабинет врача. И кладовка. Ну, кладовка, не знаю, ну вот. Я думаю, нужна большая кладовка. И здесь должно быть... Здесь должен быть стеллаж и уборочная тележка. Вот. Больше ничего не надо. Я и не буду ничего ставить. Откройте теперь отделение. Как мне открыть его? Извините, нужно же нанять сотрудников. Значит, кто будет работать днем? О, Кристофер Миллер. Посмотрите на него. Он гений диагностики. Он молодой родитель. Ну, значит, будет уставать и диагностировать хуже. И этот гений весь пропадает зря. А вот геймер отдыхает гораздо быстрее. Питер, ты будешь врачом, диагностом. А ночью будет работать, конечно же. Нам нужны идеальные качества, которые не будут нам досаждать потом. Значит, он молодой родитель. Гедонизм, жрет много. Вот он. Смотрите. Кейт. Она приятная. Она лояльна и берет на 20% меньше прибавки при повышении. И гений диагностики. Ну, конечно же. Кадровая политика решает все. В этом кроется успех любого предприятия. Теперь уборщики. Кто нас будет убирать? Это игра расист. Я не понимаю, почему как только мы берем уборщиков, сразу все темнокожие и смуглые. Окей, давайте посмотрим, какие у них качества. Медленная. Это кажется плохое качество, но она будет очень тщательно каждый участок и каждый сантиметр моей больницы убирать. Так что нанимаем Лизу Кларк. А ночью будет работать. Ой, кого я донял? Случайно нажал. Стоп. Дженнифер Кинг. Мне не нравится это имя. Ее будет звать Лиза Кларк. Утром работает Лиза Кларк и ночью работает Лиза Кларк. Чего-то явно не хватает. Кладовая есть. Все помещения есть. Отсутствуют необходимые помещения. Вы что, угораете? Помещения. Конечно же. Кладовку нельзя на открытой местности. Ее нужно поместить куда-то. Давайте поместим ее в кирпичные стены. За красной дверью. Ну вот. Ну все. Прекрасно. Или нет? Чего-то не хватает? Слушай, может еще кого-то говна поставить? Давайте кофейный шкаф. Сделаем, может быть, уголок. Поставим урну. Стоп. Есть. Мы сделали это. Игра пошла. Люди что-то ходят. А, совмещенные палаты нам необходимы. Нам нужна уборная, комната отдыха, коридор. Конструктор лифтов. Господи, как много всего нужно. Окей, уборная. Давайте подальше, чтобы не пахло. Вот здесь поставим. Такая большая пусть будет. Потом мы сделаем коридор. Я не знаю, для чего вам нужен коридор. Ну вот. Есть коридор. Комната отдыха. Будет рядом с кладовой. Небольшая. И конструктор лифтов. Господи, Игра, ты все углы мои заняла уже. Вот. Конструктор лифтов. Теперь давайте быстро оборудуем все эти комнаты. Идеально. Все, готово. Что по коридору? Каталка. Я думаю, мои пациенты будут в восторге, увидев, как много каталок здесь. Просто будут идти через каталки одни. Я думаю, это очень приятно. Идти по больнице через коридор каталок. Осталось последнее. Это уборная. Очень необходимо сделать вот такой унитаз. А, видите, нам обозначение. Для мужчины, для женщины. Значит, делаем один для мужчины, один для женщины. Ой, что это? Что это? Что это я делаю? Я же хочу, чтобы любовь царила. Надо, чтобы люди сближались. Раковину поставим в угол, чтобы тот, кто моет руки, никак не мешал нашим влюбленным. И, конечно же, сушилка для рук. Теперь клиника открыта и ночью. Прекрасно. И теперь больница принимает больше пациентов. Целых четыре, как минимум, для туалета одного. А, тут же нет стен. Да. Нету стен в этой клинике. Ну что, игра пошла? Я жду, я жду больных. Куда пошли? В швабру в руки. Да ладно, тут чисто пока что, все нормально. Э, куда пошла? Ты куда пошла? А, она же в ночную смену работает. Ей домой надо спать. А почему эти обе пошли? Они что, все в ночную смену работают? И доктор одна ушла, один остался. Ладно, ребята, я не против. Идите домой, в принципе, за день все засрется тут и потом ночью уберете. Нам нужна машина скорой помощи обязательно. Их нужно много, потому что город большой. А пациентов должно быть тоже много у нас в скором времени. Одно парковочное место так и быть мы оставим. Смотрите, человек идет, хромает. Она точно к нам. И еще, еще двое. Я немножко подвергаю их жизни риску, потому что заставляю их идти по встречке. Так, хорошо, женщина воспользовалась электронной очередью, а чувак пошел без очереди. Нахал. Но наглость это второе счастье. Ой, смотрите, они берут и поворачивают. Они не проходят через мой грациозный коридор. Надо это исправить срочно. Придется построить стену. Вот. А что, чувака, никто не регистрирует? Ты что стоишь, тупишь? Погодите, нет. Все нормально, всех регистрируют, все уже общаются, слышите? Реально, когда врачи объясняют, что вам нужно купить такое-то лекарство, такое-то, у вас такая-то проблема. Для меня это все просто как... Ну, давайте пройдемте, ложитесь к кушетку. Да ладно, не парьтесь, я сам подойду, посмотрю. Так, ага. Задача выполнена! 20 тысяч баксов я получил. И еще от нее 80 на чай. Все, она довольна. Чем она болела, интересно? Давайте чуть-чуть подускорим. Я хочу, чтобы... Ого, стой-стой-стой-стой-стой-стой! Вот, они идут. Смотрите, через коридор. Прекрасно. Знаете, задача коридора затезерить, что вас ждет в этой больнице, насколько она классная и как много тут всего есть. Это значит, что нам нужно продлить коридор, а вместе с ним и продлить ожидания, чтобы пациент предвкушал... Предвкушал лечение прекрасное, которого ждет, и которого он уже очень давно ждет, потому что ему хреново. 8 гребаных часов спустя! Коридор готов. Итак, человек заходит в больницу, идет межроскошных, просто великолепных каталог, которые будут его катать. Каждый из них хочет его катать, ведь вы наш гость, ложитесь, прокатим. После чего человек такой попадает в прекрасный зал чистейших унитазов. Все такие дружелюбные, все просто мечтают, чтобы... Короче, садись на любое абсолютно. Далее пациент входит в зал времени, и все часы тикают, как бы намекая, что времени у тебя, чувак, не так-то и много осталось. И дальше он переходит в зал черепов, чтобы всегда помнить о том, как цена жизнь. И что нужно ее беречь, и время, опять же, тикает, потому что часы еще тикают там позади. Также эти черепа, это все наши пациенты почетные. И ты можешь быть среди них, если будешь хорошим пациентом, опять же, почетным. Как видишь, мы обслужили очень много людей, и все они тебя приветствуют. Дальше человек немножко расслабится и перейдет в тыквенный сад, где растут тыквы. Не только на Хэллоуин растут, заметьте. Потом снова бац, черепа! Зал славы. А потом он, наконец, доходит до узенького коридора и начинается обратный отсчет. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль. И заходит в дверь запрещенная зона. И попадает в нашу славную больницу. Стоп, у нас точный диагноз не удалось установить. Это как так? Перейти срочно. Нужно дополнительное оборудование или радиологический кабинет, а пациент скоро уйдет. Жди! Нужна радиология. Стоп! О, и для радиологии нужна комната ожидания. Господи. Ладно, давайте прямо здесь поставим, значит, комната ожидания. Рентген-кабинет. И сфигали нужна еще целая кладовая. Минимальную, пожалуй, сделаем. Как я должен все это уместить в такой больнице? Конечно, места много, но у меня коридор, знаете ли, большой. И одна кладовая основная тоже большая. Я не уверен, что я все это умещу. Ну ладно, разберемся. Так, мы построили все комнаты. И это выглядит как выставка медицинского оборудования. То, что надо. Нанимаем лаборантов. Какие у нас радиологи здесь есть? Есть неприятный, алкоголик, молодой родитель и комфортный. Главное, что комфортный. Джессика, ты нанята. А что если нанять самых отстойных сотрудников, которых только можно? Возьмем Кэрон, она, в принципе, неплохая. Ведь она лояльная, значит, требует меньше прибавки. Она жрет много и она алкоголик. Кэрон, ты нанята. Вот, например, Майкл, смотрите, он постоянно голоден и много времени тратит на еду. То есть вообще не будет в кабинете всю ночь. Ты нанят, чувак. Я даю шанс людям, потому что их нигде не берут, а я возьму. Потому что я помогаю людям. Лиза Адамс, она общительный человек и алкоголик. За кружкой пива с пациента поболтает. Остальных же я просто найму, ибо я устал. Пошла игра. Все, давайте расселись по местам. Работаем, работаем. Вот видите, два врача сидят, они абсолютно из разных кабинетов. Но нетворкинг очень важен. Нужно делиться опытом. Опа, смотрите, этот унитаз думает об этом человеке. На мне еще никто так приятно не сидел. Смотрите, стоп, вот человек, о котором он думает. Правильно? Да, это он. Как ты знал, унитаз, как ты знал, что он придет в больницу сегодня? У нас ясновидящий унитаз появился. Неужели чувак сейчас прям пойдет и сядет на него? Опа, он пошел в сторону туалета. Включился свет в этой части больницы. Он сел. Он сел, но благо мало еще людей пока в больнице. В основном одни врачи здесь ходят. А вот и Сюзан идет. Где она? Где он ее увидел? Два человека. Сразу два человека сядут. Я хочу на это посмотреть. Звучит немножко извращенски, но не в этом смысле. Вот они здесь есть. И медицинский работник, и пациент. Давайте посмотрим. Стоп, стоп, стоп. Не уходите. Не уходите. А, какая милая пара. Так они и познакомились. Нет, они разошлись в разные стороны. Эй! Ты же медсотрудник. Почему ты не помыл руки? Вот если мы и потеряем кого-то сегодня, то из-за таких, как ты. Что-то я не понимаю. Никто не занимается лечением. Все только в туалет сюда идут? Я не понимаю. Это что, общественный туалет, по-вашему? И почему у меня такое ощущение, что как будто бы дождь идет прямо внутри моей больницы? Смотрите. Все пошли просто отдыхать. Вы что? За работу. Быстро за работу. Пока не нарешь, не пойдут никуда. Встали, встали быстро. И ты встала тоже. Они меня слышат? Ладно, пришло время открыть медицинские лаборатории. Вот такая комната ожидания. Знаете что? Я сделаю так, что люди будут ожидать прямо вокруг этого отделения. Тут все будет в ожидании. Бизнес-чуйка подсказывает мне, что это отделение будет очень популярным. О, нам очень нужен анализатор кала. Без него нельзя. Так, и что за больница без анализатора кала, ребят? Есть, встал. Прекрасно. Опа. Открылось отделение. Поздравляю вас, друзья. Мне, кстати, обидно, что все хотят вот на эти унитазы сесть, но никто не смотрит на эти. Это же не просто муляжи какие-нибудь. Давайте превратим эту комнату в функциональную. Ад. Смотрите, и уже есть желающий сразу сесть. Сразу столько желающих. Три человека. Мне кажется, я туалетным комнатам уделил гораздо больше внимания, чем всем остальным. А, да, садись, не стесняйся. Все свои. Ад. Ай, смотрите, какие они. Прям друг с другом. Вот не хочется им быть поодиночке. Ведь, как говорится, что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда кто-то какает со мной. Я даже думаю, что нам нужно еще больше реноваций. Вот этот унитаз, ровно как и вот этот, равно как и вот этот, равно как и вся эта комната дурацкая, должны исчезнуть. Я не могу пока убрать эти унитазы, потому что кто-то, видите ли, хочет на них сесть. Отделение не работает. Для пациентов в клинике нет доступных работающих отделений. В смысле? Необходим кабинет общей диагностики. А где все? Где врачи? Хавает, значит, сидит. Врачи тоже люди. Им нужно отдохнуть немножко. Вот пришел врач, чего вы паритесь? Идите, диагностируйтесь. А, я понял. У нас нет отделений, видите, новых. Специализированное отделение нужно. Оп. Стоп, погодите. Унитаз. Все. На выброс. Последний остался. Вот сейчас. Вот он, сэр, с прекрасной бородкой подойдет. Стильный такой. Сядет. И мы все посмотрим, как ты будешь сидеть. Мы подождем тебя. Да. Так и быть. Клиент всегда прав. Все, доволен? Иди отсюда. Удаляем. Ой, смотрите. У нас помещений нету написано. Что это у нас нет помещений? Ладно, так и быть. Открою еще одно. Блин, зачем столько кладовых-то в этом, в этой больнице? Неужели это нужно? Отсутствуют необходимые помещения. Две кладовых я уже сделал. Установите точность, которая требуется для подтверждения диагнозов. Низкая. Там все на глаз и так будет видно, я думаю. Вот они, помещение, кабинет, неотложный травм. А-а-а, вот этих у меня нет комнат, а я зачем-то делаю еще одну кладовку. Палата для наблюдения. Да, медсестерский пост. А ординаторская вот здесь будет, возле лифтов будете искать. Слушай, нам нужно будет много медсестер, давайте сделаем большую комнату. Здесь медсестры будут офисными делами заниматься. И нужна еще наблюдательная палата. Тут может быть проведено множество различных обследований, а пациенты находятся под должным медицинским наблюдением. Имеется в виду не только наблюдение врачей, но и под должным наблюдением других пациентов, которые проходят мимо. Слушайте, такое ощущение, как будто я сделал больницу, в которую только медперсонал ходит. Я больше никого не вижу, вот только, вот только одна женщина. Ты идешь в регистратуру? Блин, ты еще хромаешь. А, давай, я в тебя верю, у тебя долгий путь. Ой, блин, он уже прямо здесь. Я же не знаю, как помочь вам, друзья. Ну, ремонт-то мы уже сделали, уже все распланировали. Как-то теперь переделывать дорого. Как-то обидно, что никто не ожидает в этом зале ожиданий. Вообще, где все пациенты? Один только человек. А, блин, они, получается, идут сначала в больницу, проходят через весь этот коридор. Идут в регистрацию, и только потом садятся вот сюда, чтобы ожидать свою очередь. Все, вызываю тебя, иди, мужик. Ты дождался. Давайте посмотрим, куда он пойдет. Так он быстро топает. Итак, куда ты пришел? Вот, наконец-то ты здесь. И просто, он даже не поговорил с доктором. Так что, как будто подошел к нему, и доктор такой, что нахер? И пациент такой, ну, ну ладно. И все, он ушел. Доктор же там сидел. Тебе он просто сел в туалет, помыл руки, посушил руки, и пошел домой? Тебе что, нечем заняться? Зачем ты сюда пришел? Ты просто так нагружаешь систему. А, он опять сел. А, это даже еще его не вызвали. Ему снова ожидать надо. Доктор просто сказал ему, что вам не сюда, вам другую очередь надо. И он такой, ладно, пошел. Мне очень интересна судьба этого мужчины. Вызовут его сегодня или как? И как будто сам пациент этой больницы. Я возмущен. Так, она пошла в туалет. Ей снова придется идти. Вот сюда аж. А чел все еще сидит. О, его вызывают. Куда ты пошел? Куда он пошел? Его домой вызвали, что ли? А, нет, смотрите, он в обход пошел зачем-то. А, его в этот кабинет позвали. Я же здесь делал дверь. Ладно, ну давай, все, мы тебя наконец обследуем. Так, что там у вас? Что там у вас? Видели, он под футболкой тоже лысый. Хорошо, он пошел в туалет. А, это что, единственная дверь в этот кабинет? Он уже два раза за это время, что он в больнице, сходил в туалет. Но, по крайней мере, у него есть цель. Он не раздражен тем, что он ничего не делает. Давай, какой унитаз тебе уготован? Ну, мы видим какой. Такой же блестящий, как и твоя лысина. Давай, куда же ты пойдешь теперь? Бедный Джонни, посмотрите на него. Как он долго ходит. Среди этих депрессивных черепов, которые на него смотрят. И, кстати, все эти черепа размером больше. Неандертальцы, что ли? Теперь его направили... В другую очередь! Его в другую очередь направили! А, все, он лег. Благо, он там один. Хорошо, снова снял футболку с себя. Ему делают скан. Все, все, хорошо у вас. Спасибо, что пришли к нам. У вас сломана рука и нога, потому что вы долго ходили по этой больнице. Уже ночь, уже стемнело. Куда же теперь ты пойдешь? Видите, какой я главврач? Мне судьба каждого пациента в отдельности, интересно. Я не смотрю на них, как на циферки, а как на этих бедных несчастных людей. Почему никто не убирается в моем коридоре? Я же столько людей нанял. Это же коридор, который тизерит престижность всей больницы. Стоп, ради интереса. Ты хоть доволен? У него ушиб руки. Давайте сделаем его избранным пациентом. Так, это очень важный пациент для нас. У него больше нет активных процедур. И он уходит. Стоп, а, он такой, ой, извините, я в туалет. Опять на тот же самый, это его любимый туалет. Знаете, не мы выбираем туалет, а он выбирает нас. Он сел, он пошел в очередь опять. Хорошо, он хотя бы сядет сейчас. Ему же место уступили. А, нет, он у нас джентльмен, он уступил девушке. Какой Джоди классный парень. Ладно, его Джоди зовут Дэниэль. Дэниэль. Он себя не жалеет, несмотря на то, что у него ушиб и куча разных других симптомов. Смотрите, и боль, и ограниченное движение, и гипермия, и ушиб. И сенситивность повышена. Он очень сенситивный человек, особенно когда дело касается манер. Он уступает место всем. Смотрите, он сейчас в телефоне посидит. Так, это его? Пожалуйста, скажите, что это Дэниэля позвали. Нет. Он уже целый день здесь находится. Есть, его позвали. Давай, Дэниэль. Я верю в тебя, я хочу, чтобы ты выздоровел. И ты избранный пациент. А что у нас коридор такой темный, неосвещенный? Блин, надо было ламп добавить. Тропинка прочерчена людьми. Люди сами решают, где здесь ходить. Вот он пришел, наконец-таки, к этому врачу. Поставлен диагноз. Ушиб руки. Господи. Ради этого ты целый день ходил по больнице, где у тебя еще изначально это было написано. Сто процентов ушиб руки у него. А теперь он просто стоит, чего-то ждет, куда врач делся. А, нет, вот, пришла, пришла, пришла. Нэнси, умница, давай, диагностируй как-нибудь еще. Скажи что-нибудь еще банально. У вас облысение. Смотрите, опрос пациента. Внизу дискомфорт. Нет, у него нет никакого дискомфорта. А, вот, пришла. Так, сядьте, наконец-то ты пришла. Сейчас она ему руку перевяжет, и он останется доволен. Сколько ты нам заплатишь, Дэниэль? Кругленькую сумму, надеюсь. Это цена дорогая вещь. Куда ты села? Куда ты села на Кейт? На Нэнси, точнее. 400 баксов! Лечение избранного пациента было завершено. Он был вылечен и направляется домой. Посмотрите. Ой, он что-то, он что-то разозлен. Стой, погоди, что-то разозлен-то. В целом-то что не так? Дорого? Ты же вылечен. Ему нужна охлаждающая мазь. То есть он весь день провел в больнице. Просто буквально весь день, уже 2 часа ночи. Он провел этот день, чтобы ему сказали, да, у вас ушиб руки. 100% и вам нужна мазь от ушиба. Ты уж мог это прогуглить, как мне кажется, Дэниэль. Ну я бы тоже разозлился, на самом деле, потому что, помимо того, что он заплатил уже 400 баксов, потратил целый день своей жизни грёбанной. И теперь ещё ему надо купить в аптеке мазь. Ты уж не знаю, хоть сядь на унитаз и не смой напоследок, чтобы как-то выплеснуть свою злобу. Всё, он домой пойдёт? Пока, Дэниэль. Слушай, я буду скучать. Ты прекрасен. Стоп, ты не уйдёшь? Погоди. А может быть нажать, чтобы было как бы отделение неотложной помощи? Так, оп. Это что-то изменит? Он всё равно уходит. Ладно. Прощай, Дэниэль. Я буду скучать. Кто оставил тележку посреди коридора? Вот. Забирай, молодец. У сотрудника нет рабочего места. Перейти. Я знаю, как это решить. Уволим её просто. Смотрите, у нас 11 простаивающих палат, но ноль с загрузкой. Почему у нас нет загрузки? Где вообще все пациенты? Погоди, ты ещё здесь? Хромая девушка Джессика? Она здесь ещё со вчерашнего дня ходит. Ты чё ходишь здесь? Итак, возможные диагнозы. Ушиб голени. Ой, очень много возможных диагнозов. Ладно, Джессика, теперь ты наш суперизбранный пациент. Томас тебя вылечит. Нет, он просто пошёл. Он домой пошёл. Или он сказал ей, идите за мной. Но только он не особо-то её и ждёт. Посмотрите, как он метнулся. Тебе не стыдно так, а, доктор? У девушки, возможно, ушиб. Она не может идти так быстро, как ты. Когда ты пошёл? Он домой пошёл? Не понимаю. Что происходит вообще? Джессика, кто у тебя врач? Томас. Но Томас просто уходит. Томас, пошёл домой! Что же делать Джессике бедной? Она пошла в комнату ожидать. Извините, маленький эксперимент в научных целях. Что если мы удалим дверь и просто оставим этих людей там? Нет комнаты ожидания для пациентов. Сейчас сделаем. Просто сделаем ещё одну комнату ожидания. Там будет гораздо больше мест. Там как в аэропорту. Куда делать Джессика? Она только что была здесь. Она исчезла? А, погодите. Это она? Нет, это Линда. Она сняла с себя зачем-то футболку. Линда, что ты делаешь? Смотрите, они общаются через стену с врачом. Вы что делаете, женщина? Оденьте майку. Оденьте майку. Всё, она одела. И сняла сразу, как только врач ушла. Ну, у этих людей свой уже мир получается. Внутри этих стен. А, она исчезла. Оп, смотрите. Чувак заплатил нам денег. Просто так. 200 баксов просто так? Почему ты снимаешь с себя одежду? Перестань снимать с себя одежду. Им там, наверное, очень жарко, я не знаю. А, я понял. Они уходят отсюда, если здесь нет возможности выйти. Ммм. Ай-яй-яй, как обидно. Но я должен был попробовать, чтобы понять, как работает этот мир. Хорошо, давайте сделаем дверь. Пусть пациенты будут делать свои дела. Почему ты переоделась? Она уже переоделась. Чтобы лечь в больницу. Стоп! Она уже лежит. Так, мне страшно. По-моему, кто-то лежит с ней рядом. Но у него нет головы. Это нормально? Вы знаете, это труп? Здесь лежит труп? Почему ты легла прямо рядом с трупом без головы? А из-за чего она легла? У нее нет окончательного диагноза. Ушиб стопы или перелом плюсневых костей? А. Она лежит пока... О, смотрите. Кажется, сейчас это уже к ней. Ее сейчас повезут, да? Да, ложись, Джуди. Оп. Весело, скажи. А ее здесь протащат вообще? Да, да, да. Отлично. Все, все хорошо. Вообще, тут не просто так эта дверь. С надписью не входить. Потому что здесь нечего делать людям нормальным. Где Джуди? Куда дели ее? А, вот она. Ты что делаешь? Ты в косынку играешь? Рядом с тобой лежит пациент, которому нужна помощь. У нее ушиб стопы. А ты в косынку. Ладно, ментальное здоровье моих докторов тоже очень важно. Оп. Подъехали. Повезли. Обратно. Будешь сейчас спать. О, еще один чувак. Кейси. У него... Хеликобактерная инфекция. Кстати говоря, я не знаю, где Джуди. А, вот она. Она делась? Типа ее что, вылечили? Нет. Ей только еще предстоит лечение. Вот, ее вызвали. И она пошла. Скорее всего, пошла вот в этот кабинет. Не знаю, я думаю, я так сделаю удобно для всех, что вот тут есть дверь. Можно с улицы прям заходить в нужный кабинет. Мне кажется, нужно что-то с костями сделать. Какую-то комнату, где кости мы обследуем. Давай, вот, допустим, вот так. Комната ожидания. Ес. Регистратура вот тут. И колдовая. Вот, Джуди, наконец, пришла в свой кабинет. И это оказался не тот кабинет, который нужен, потому что ей нужно в туалет. Она пошла в туалет, чтобы опять потом пойти в комнату ожидания и ждать. Слушай, только что пациент ушел. Не будь дурой, поступи так же. Я не гарантирую, что ты вылечишься сегодня. Пошла куда-то. Эй, наконец-то. Наконец-то лечить ее сейчас будут. А, нет, она просто в туалет. Я просто изведу ее сегодня с дурацким ушибом ноги. Так, кажется, ее вызвали. У нее, видите, платеж уже. Я уже вижу платеж ее 280 долларов. Ох, как я хочу его получить скорее. Ну, сегодня это произойдет. Пошла в туалет. Да вот, здесь стоит рядом, но он уже занят. А, это мучение какое-то. Я устал наблюдать за ней. Вот настолько я геморройную больницу сделал. Я не представляю, каково ей. Все, руки-то помыла хоть? Молодец. Иди. Неужели ты опять пойдешь в комнату ожидания? Неужели? О, боже мой. Пациент уходит. Пациент провел в больнице полдня, не получив лечения и госпитализации. Стой, Джуди. Приходи. Мы можем что-то сделать? Диагноз все, сто пудов. Активная процедура у нее наблюдение. Вот я госпитализирование, холодный компресс. Давайте охлаждающую массе дадим. Может быть она не будет уходить тогда? Нет. Все, с нее довольна. Она ушла. Ну, как вы поняли, мой госпиталь призван помогать нуждающимся. Справлять нужду. Сомнений нет. Это прекрасная больница, которая спасет много жизней. Жизней врачей, которые здесь работают, потому что они будут хотя бы получать зарплату. Огромное всем спасибо, что смотрели. И это было прекрасное, прекрасное приключение. Лучшая больница, как мне кажется, в этом мире. Ставьте лайк, если вы считаете так же. Ну и посмотрите вот этот видос. И посмотрите вот этот видос. И подпишитесь на мой канал. С вами был Юджин, друзья. И всем пять! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!